здравствуйте коллеги здравствуйте ребята и девчата в этом ролике давайте рассмотрим инструмент так называемые грабли мы уже его так и назвали который сделал александр корнячук дело в том что появились вопросы по тому как с ними работать просто на наверное сейчас рассмотрим некоторые функции лучше всего это понять проделывая что называется сделай сам вот переходим на ebay и будем сейчас здесь смотреть что же делает этот инструмент ну перво-наперво его надо включить поставить сюда чекбокс здесь вот это все касается амазона но мы начнем рассмотрение с того что проделывает этот инструмент это расширение на ebay это легко можно увидеть просто по проставляя чекбоксы соответствующие в разделе ebay этот чекбокс показывает расчет прибыли данного товара вот поставили чекбокс и увидели что здесь появились эти расчеты следующий чекбокс убирает товары которые не имели продаж если вам не интересно их видеть вы можете поставить этот чекбокс и не будете видеть те товары которые не имеют продаж вот этот например лист не имеет этот имеет вот проставили этот чекбокс и остались только три листа с которых были продажи убрали они или появятся или надо будет объявить обновить страницу эти все товары поэтому по данному запросу вернуться на просмотр следующий чекбокс они добавлены недавно этот чекбокс показывает сколько товар сколько количество товара у каждого продавца прямо в листе добавляется вот здесь на просмотре добавлять сколько у него в запасе вот проставляем чекбокс и вот появились вот эти вот надписи в листе больше десяти больше десяти то есть опять же не надо переходить на сам листинг чтобы посмотреть сколько есть предложение у данного продавца четкое количество выгребает авточек тоже сделанный александром корнейчуком далее чекбокс проставляется и здесь появляются сроки доставки когда данный продавец доставит свой продукт чекаем шоу деливеры и появились надписи когда будет доставлен данный товар этого продавца давайте вот уберу чтобы было видно вот эти вот надписи убираем чекбокс следующий чекбокс показывает условия возврата у этих продавцов ставим чекбокс и появились надписи 14 дней 30 дней на возврат 30 дней и так далее то есть опять же все тут видим следующий чекбокс показывает только тех продавцов у которых есть fast and free доставка это самая лучшая доставка на ebay она ну примерно то же самое что и prime доставка со складов амазона проставляем чекбокс и поскольку товар был китайский тут никого не осталось но в любом случае здесь останутся те у кого есть тот самый зеленый грузовичок вы будете видеть только это данные объявления убираем чекбокс все вернулось в исходное положение это все что касается ebay теперь давайте рассмотрим работу этого расширения на амазоне опять же вы можете сами прочекать поочередно вот эти вот чеки то что касается амазона первое первый чекбокс убирает объявления праймовские которые для дропшипа не нужны проставили они ушли убрали чек они вернулись следующий чекбокс выставляет каждому товару кнопку перехода на ebay по данному запросу вот поставили здесь чекбокс появилась вот это вот кнопочка перехода на ebay убрали кнопка ушла следующий чекбокс показывает у каждого товара оси вот появились осины можно их видеть убрали они ушли четвертый чекбокс показывает бестселлер ранг bsr так называемый кликнули загрули загрузились бестселлер ранг и всех объявлений убрали ушли и вот это последнее окошко убирает товары ниже которые у которых бср хуже того что вы хотите то есть вы можете здесь выставить допустим 300 тысяч и вот этот товар уйдет у него 358 он вам не будет показываться бср а вот здесь сам товар потому что бср у него выше а вот здесь он ниже этот товар будет показываться этот товар будет показываться эти не будут у кого нет бестселлер ранга они тоже все исчезнут и ресерс станет намного легче но я всем советую быть очень аккуратным вот с этими цифрами то есть отсекать ниже какого уровня это все зависит от самого продукта есть продукты которые и на миллионном и на 6 миллионном ранге продаются есть что и вообще без ранга продаются так что вот с этим вот рангом который вы можете здесь ограничить надо быть поаккуратнее но лично я его вообще не выставляю просматриваю все подряд после того как вы нормально настроить и вот эти показатели необходимость в отсечении отпадает и вот на этом пожалуй все по данному расширению и в конце хочу просто добавить чтобы вы почаще подбирали именно такие чекбоксы выставляли которые вам нужны на данный момент по данному ресерчу это уже исходя из того что вы ищите не надо включать все подряд это это не имеет смысла например вот этот чекбокс тоже я никогда не ставлю чтобы на ebay показывали только те с которых есть продажи это надо очень очень в редких случаях то есть иметь такую информацию чем меньше вы нагружаете как компьютер так и расширение тем шустрее скажу так у вас происходит сам процесс и вот на этом уже все всем удачи всем пока с вами был феликс